Итак, добрый вечер, коллеги, еще раз. Всех рад приветствовать вас на нашем вебинаре, который будет посвящен теме, которая обсуждается, наверное, везде и которая интересует всех. Это что же делать в момент, когда все падает, рынки падают, разрастается коронавирус по всей стране. То есть что же делать инвестору или что же делать спокуранту в этой ситуации. То есть фактически об этом мы и будем говорить на протяжении сегодняшнего вебинара. Буквально несколько слов перед началом. Как всегда напомню о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Ну и вся та информация, которая дается в рамках этого вебинара, не должна вами восприниматься как прямая рекомендация к действию, а дается только в целях вашего обучения и ознакомления. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, расскажу о компании Admiral Markets. Компания Admiral Markets является брокером. Мы предоставляем как торговлю маржинальную, так и в последний год стали предоставлять возможность покупать акции без плеча, то есть именно формировать для себя инвестиционный портфель. Компания Admiral Markets работает уже порядка 19 лет на рынке. Мы обладаем различными лицензиями, различными возможностями как раз для наших клиентов по всему миру. Также, если вы торгуете, например, валютами, то вы можете сравнить спреды, которые мы предоставляем, и я думаю, что вам они также понравятся. И очень большую ставку мы делаем на обучение наших клиентов, тем более сейчас. Мы всегда делали ставку на онлайн-обучение, но в свете последних событий это набирает все больше и больше популярность, поэтому мы также будем стараться проводить чаще вебинары, чаще онлайн-стримы и давать возможность как раз обучаться, не выходя из дома, что на текущий момент актуально. Одним из наших также вебинаров, которые мы проводим, это вебинары с доктором Элдером, легендарным трейдером. Кстати, такой вебинар пройдет уже завтра, где мы также с Александром обсудим его мнение по текущей ситуации, поэтому ссылку я также чуть позже приложу в чат, вы сможете на него зарегистрироваться, если на него еще не зарегистрировались. Ну и ссылка на наш YouTube-канал, где мы добавляем все записи наших видео, и тоже на него рекомендую подписаться, чтобы не пропустить как раз уже добавление свежих видео, свежих обзоров, чтобы всегда держать руку на пульсе. Ну а сейчас я хотел бы передать слово Фуаду, трейдеру, управляющему фондом. Я думаю, что сейчас он тоже скажет о себе пару слов, но я от себя хочу его представить как человека, который живет рынками, то есть спит вместе с рынком, живет вместе с рынком, ест вместе с рынком. То есть Фуад всегда держит руку на пульсе любой ситуации, любого момента, и очень здорово, что сейчас у него есть возможность поприсутствовать на данном вебинаре и рассказать для наших слушателей о последних тенденциях и о том, что происходит на рынке. Фуад, передаю слово тебе, останавливаю тогда презентацию, и ты можешь тогда запустить свою и уже продолжить с ней. Да, спасибо, Роман, спасибо. Приветствую всех участников еще раз. Представили меня, я не буду долго представляться, все это правда. Рынки — это моя жизнь, страсть. И, наверное, лучше сразу перейдем к презентации, к тому, о чем я хочу вам сегодня рассказать. Тема ясна, события всем известны, ничего нового по тому, что происходит, я не скажу, вы это видите на графиках, а вот по истории того, что происходило до перспективок, что нас может ждать, о том, насколько рынок акций перспективный или не перспективный, об этом мы сегодня поговорим. Тогда я выключаю камеру и переключаюсь на презентацию. Так, камера выключена. И демонстрация экрана, так я понимаю, должна быть. Наверное, вы видите сейчас. Да, все в порядке. Так, секунду, убежусь, что... Да, все. Хорошо, пускай будет вот так на весь экран. Отлично, все видно. Итак, мы вкратце поговорим об истории, о 2019 году, что было. Хотя, знаете, на фоне того, что происходит сейчас, 2019 уже становится менее актуальным, но в двух словах буквально. Поговорим о том, насколько коронавирус серьезно навредил рынкам, и почему до сих пор, не почему, а этот вопрос остается все еще открытым, что было до сих пор, ведь этот вирус не этот вирус, а подобные ситуации происходили, очень отдаленно похожие, начинались, по крайней мере, эпидемиями, и заканчивались эпидемиями SARS, MERS, там несколько их было за последние 15 лет, штук 5. Эффект января мы поговорим в двух словах, чтобы понять, что вирус не единственный фактор, который существует. Ну и дальше перейдем уже к идеям. В двух словах, выборы в США, они уже тоже менее актуальны. Вот один мощнейший фактор, который еще месяца полтора, даже месяц назад никому не был, никто не воспринимал его так серьезно, вдруг нарушил весь темп, весь ритм, не только рынков, но и жизни. Я не знаю, из каких стран собрались люди, слушатели, но вот в тех странах, в которых я живу, ситуация достаточно серьезная, карантин и так далее. Ну и, наконец, практика реализации, как мы эти инвестиционные идеи будем реализовывать, об этом тоже поговорим. Итак, 19-й год, когда это было, не помню, ну вот в 19-м году, наверное, летом, да, летом, осенью, мы говорили о нескольких факторах. Посмотрите на экран, это чисто экономические факторы, здесь вообще нет каких-то панических, серьезных процессов, кроме торговых войн. Когда-то торговые войны казались нам настолько серьезным процессом, настолько важным, прям рынки падали из-за этого. Не сильно, конечно, ну, несколько процентов, может быть, 10 было максимум. Итак, кривая доходности, это когда облигации краткосрочные дают больше доходности, чем долгосрочные. Почему это было важно? Потому что каждый раз, когда экономика, когда облигации именно вот долгосрочные и краткосрочные вели себя именно так, то есть долгосрочная ставка была ниже, чем краткосрочная, а должно быть наоборот, наступала рецессия. Не почти всегда, а всегда. В этот раз кривая доходности показала нечто, потом она развернулась, и мы подумали, да, ложный был провал, но вот видите, совпадение или нет, так или иначе кривая доходности все же предсказала рецессию. Конечно, мы где-то понимаем, что процессы не связаны, эпидемия и кривая доходности вообще не связаны, но факт остается факт. Хорошо. ВВП в ряде стран снижался какое-то время в прошлом году, потом восстановился. Германия, например, уходила в отрицательную зону на 0,1%, но это тоже отрицательная все же. Тоже разрулили. Сейчас, конечно же, ВВП мировой экономики и американский будет снижаться, многие уже предсказывают, МВФ уже предсказал, но это еще в будущем будет. Мы сейчас будем говорить о рынках. Не об экономике. Экономика отстает всегда. То есть мы даже не знаем пока отчеты, потому что их не посчитали и процессы настолько свежие. Дальше. ФРС пошел на снижение ставки. Может быть, даже хорошо. Он начал уже снижать ставку еще до вируса, опережая события, думая, что, кажется, мы из-за торговых войн остываем, мировая экономика и американская в частности, и пошел на снижение. Неизвестно, как бы мы восприняли удар, если бы ставка была бы выше. Ну, ее просто снизили бы сразу, как сейчас это сделали практически до нуля. Так, торговые войны. Все вы знаете. США, Китай. Разногласия были. Потом все-таки они договорились. Пошлину увеличили, где-то не увеличили. Все это тоже разрешилось. И перед кризисом, перед эпидемией рынки ушли на новые максимумы именно благодаря тому, что вопрос, фактор торговых войн был разрешен. Получилась, как бы, такая ложная эйфория. Ну, как ложная, она действительно в моменте была, этот фактор был позитивным. Но вот потом началось самое непредвиденное. Ну и, наконец, валютные войны тоже были таким процессом, который влиял на рынки. Китайцы удерживали дешевым свой юань. Это им помогало. Страна экспортная, больше продает за границу. И вот дешевый юань помогал зарабатывать больше в национальной валюте. То есть, если вы продаете какой-нибудь там компьютер, сделанный в Китае за тысячи долларов, по курсу 1 к 6 вы получаете 6 тысяч юаней. А когда курс дешевый, юань дешевый, уже 7, 1 к 7, вы получаете 7 тысяч юаней. Уже хорошо. Ну и, наконец, мы понимали, что рано или поздно все-таки что-то послучится. Цикл длился уже более 10 лет. Так не бывает, не часто такое бывает, чтобы цикл был долгим-долгим, спокойным-спокойным. Рано или поздно экономику должно было жахнуть. И вот пришло совсем оттуда, откуда мы не ждали. Факторы были неэкономические. Так, хорошо, идем дальше. Это вкратце, что предшествовало вирусу. Чтобы мы не стали обсуждать неожиданно факторы, которые появились вчера, буквально недавно, а как бы медленно вошли в тему, медленно вникали в суть предшествующую ситуацию. Дальше. Ну и какие-то были обнадеживающие факторы. Рынок не представлялся пузырем, прям таким мегапузырем. Но пи-коэффициент, это соотношение цены компании к прибыли, был терпимым. Высоким, конечно, но не сильно. ФРС снижал ставки, уже помог немного экономике. Это мы до вирусной ситуации все еще обсуждаем. Торговые войны, мы говорили, могут завершиться. Они завершились, да, угадали. Валютные войны уже всем известны были, и они тоже как бы ничем не закончились плохим. Ну и, наконец, центральные банки научились вовремя реагировать и грамотно на все отвечать. Вот, собственно, что было до. И, наконец, давайте я маленькое введение сделаю в топ идей. Некоторые уже, наверное, не столь интересны, потому что я этот слайд готовил и обсуждал эти идеи до того, как мы увидели прям меганегативное влияние коронавируса. Но я специально оставил слайд, чтобы мы подумали, как идеи в течение полумесяца могут измениться или могут и вообще измениться. Значит, мы говорили о казино и отелях, о тех индустриях, которые вроде бы начали страдать. И на том семинаре, на том вебинаре я говорил о том, что будет жарко в этой индустрии, и вы посмотрите, насколько жарко в этой индустрии. MGM Resorts, Wynn Resorts – это акции компании американских казино и отелей, да, сети отелей. Они просто рухнули, рухнули из-за… Ну, сами понимаете, из-за чего. И, например, MGM Resorts вчера на мощном растущем рынке, на самом бычьем рынке с 1933 года восстановился, что там 42% что ли было за один день. Ну, то есть эффект низкой базы, да, мы это называем. Он так сильно упал, что вырос. То есть сильные движения, сильная волатильность. Стриминг. Смотрите, люди сидят дома. Посмотрите на акции Netflix. Они практически не пострадали. Посмотрите на акции Zoom. Вот мы сейчас говорим по мессенджеру, по системе веб-конференций. Zoom называется, вы через нее подключились тоже. Посмотрите на акции Zoom. ZM, тикер у нее, ZM. 74 доллара стоили, даже 65 они стоили. Я по 74 покупал, кстати, по 85 продал. Ну, вот 120 они стоили недавно. Кто знал, да? Ну, с плюсом продал и обрадовался. Но сейчас вот так. И в этой индустрии будет жарко. Не говоря о Zoom, все остальные. Там дикая конкуренция. Ну, может быть, вирус им помог. Люди больше стали подключаться. Но потом там будет жарко. Там потом будет очень хорошая конкуренция. И войны ценовые. Они уже начались. Ну, и, наконец, долгосрочную идею обсудим. Tesla и так называемый смог-сектор. Это компании, которые экологически чистые. Которые не смог-сектор, а ECG-сектор смог, это ETF такой фонд. Поговорим о том, что очень долгосрочно, возможно, будет иметь цену. И, кстати, акции Tesla, которые тоже сильно рухнули по темпам восстановления, очень даже серьезно восстанавливаются. 351 доллар было буквально неделю назад. Четыре торговые сети тому назад. Сейчас уже, по-моему, 530. Посмотрите, как сильно восстановились. Ну, и utilities — это ЖКХ. Этот сектор всегда в кризисе растет. Он как убежище. И то, что происходит сейчас, немножко неожиданно, потому что даже этот сектор падает. Я вам потом покажу в скриннере. Есть такие специальные программы, скриннеры, где можно вбивать параметры и видеть, какие акции, что с ними происходит. Так вот, utilities сегодня падает. И одной из идей является то, а что, если этот сектор, эта индустрия просто на панике упала и продолжение рецессии в экономике может как раз привести туда деньги, стабильность, тихую гавань. И раз уж это упало, давайте, может быть, купим. Все равно сильно это падать не будет, потому что люди все равно питаются, тратят, потребляют, да, потребляют свет, воду, газ и так далее. Ну, и, наконец, medical cannabis. Это старая идея, она уже устарела. Почему устарела? Потому что тут я говорил, я специально не удаляю, я говорил о том, что если победит Берни Сандерс на выборах, он обещал легализовать медицинскую марекуану по всем штатам, по всей Америке. И, в общем-то, это сильно взвинтит цены компаний. Но рухнули большинство компаний вместе с рынком, даже хуже рынка себя вели. Навряд ли Берни Сандерс победит. Ну, сейчас тема выборов вообще на второй план ушла. Она даже в онлайн ушла. Всякие встречи, праймерс и так далее, все будет в онлайне из-за вируса. Так что тема тоже, наверное, не актуальна. Итак, у нас остается несколько актуальных тем. ЖКХ. Там много очень компаний под сотню. Долгосрочная идея экологически чистых компаний, морально устойчивых компаний. Тесла и, собственно, фонд какой-нибудь типа смога. Стриминг. И казино ресорс. Это для тех, кто хочет рисковать и думает, что очень сильно упал. Вот как раз сейчас Bloomberg у меня перед глазами показывает. MGM ресорс. 10% сегодня прибавили. Они падали, я не знаю, до 6 долларов, до 5 потом посмотрят на графике. Когда-то стоили аж 30-35-40. Окей, идем дальше. Посмотрите, что здесь происходит. Это эффект января. В двух словах считается, что как себя поведут акции в январе, так они будут вести себя весь год. Не знаю, насколько это сейчас актуально. Почему? Потому что год был испорчен в марте так сильно, что все корреляции, все процессы исторические, все они теряют смысл. Но с другой стороны, а что, если снова это будет работать? В январе мы росли, новые максимумы были побиты в январе, в феврале. Что, если действительно эта тенденция устоит, несмотря ни на что? Кто знает? Просто оставил для истории, для понимания. И вот какая таблица сейчас очень важна и выглядит смешной, грустной. Точнее, таблица-то веселая. Надеюсь, все видно. Я тут даже не спрашиваю. Таблица-то, конечно, веселая, но мы знаем, что в этот раз что-то пошло не так. Я ее показывал и говорил. Посмотрите на то, как себя ведут акции при кризисах, связанных с вирусами. САРС, рынок через 30 дней в плюсе, через 60 дней в плюсе, через 90 дней в плюсе. Вот H1N1. Но отличие этих вирусов от текущего коронавируса в том, что коронавирус пошел дальше. Его объявили пандемией. Люди не сидели дома. Заразность у вируса выше. Смертность, ну, она не выше, чем при Эбола, но все же высокая. И что я могу сказать? К сожалению, безответственности людей, не знаю, не совершенствовали ли системы здравоохранения. Мы не знаем, почему так получилось, но вирус вышел за пределы того региона в Китае, в котором был. За пределы Китая, за пределы Европы. По всем нет, наверное, страны, в котором бы особо не было вируса ни одного случая. Ну, или единицы такие страны. И все пошло не так спустя 30 дней после того, как в США, ну, здесь статистика берется, первый день в США. Какие там 1%? Минус 35% улетел рынок вниз. Теперь, почему я эту таблицу не считаю абсолютно неактуальной сейчас? Потому что все-таки, надеюсь, и это было бы прекрасно даже не с точки зрения рынков и бирж, с точки зрения вообще человечества, гуманизма или здоровья нашей планеты и людей, дай бог сценарий дальнейшего развития пандемии будет таким же, каким был в Китае. То есть там, вы знаете, уже заражений все меньше и меньше, единицы, да, на 80 тысяч зараженных в день, там, 40-70. Дай бог по всему миру пик пройдет или где-то он еще в будущем, но мы пройдем этот шаг. Так, и будет классическая рецессия, вызванная этим вирусом, там, рецессия из-за рабочих мест, оставшихся, да, увольных людей из-за падения, ну, всего производства, потребления, всего, что можно представить. И та помощь центральных банков, которая поступила уже, и не только центральных банков, 2 триллиона американцев пустили, 120 миллиардов европейский центральный банк, ну, и по всему миру поступает помощь. Дай бог это справятся, эти деньги, эти средства справятся с последствиями. Но мы пока не знаем, поэтому ничего об этом сказать мы не можем. Но я скажу, что мы точно знаем в будущем, сейчас мы дойдем до этого. Еще раз, облигации, посмотрите, мы месяц назад говорили, ох, какая низкая доходность, все уходят в облигации американские, это самые надежные инструменты, полтора процента, сейчас еще ниже. Вы можете спросить, почему же люди покупают какие-то инструменты, облигации, американский долг? Потому что это единственное, что более-менее гарантированное, единственное, что точно вам дадут, ну, если не обанкротится правительство США, да, акции, непонятно, что будет. Любую бумагу возьмите, она пострадает и от вируса, и от рецессии. Валюты, посмотрите, как доллар падал сначала до вот этих процессов, потом резко упал, вырос, то есть евро, USD рос, потом упал, фунт новые минимумы. Нет, наверное, инструментов, которые бы выглядели вполне себе надежно. Вот долг американский, американские облигации, обещание правительства, да, вернуть вам деньги сверху какой-то процент, настолько популярным стало инвестирование в эти облигации, потому что все начали убегать в безопасность, уводить свои деньги в безопасность, ставка еще ниже ушла, это месячные давности график, она намного ниже. То есть все стали вкладывать вот в эти надежные бумаги, так что мы получили, мы получили падение доходности. Да, я думаю, что вам эта доходность и раньше-то не была интересна. Ну, кто будет под 3% годовых, даже несколько лет назад она была 3%, под 3% годовых вкладывать деньги? Ну, я не знаю таких спекулянтов, инвесторов, которых устроит даже 3%. Хотя, знаете, на фоне тех обвалов портфелей, дайте нам стабильные гарантированные 3% и мы будем счастливы, да, подумали многие. И здесь я подумал так же. Хорошо, посмотрите, насколько рынки были спокойны в последнее время. Вот это вот количество дней с 2% падением. В 2020 году их было 5, в 2019-м, в 2018-м было, ну, чуть больше. Это 2019-й год все-таки, да, в 2019-м было 5, в 2020-м было там чуть больше. Вот в 2008-м год 40 дней бумаги колебались больше, чем 2%, ну, то есть падали больше, чем 2%. Этот год, конечно же, выше среднего. Уже выше среднего и будет выше среднего за счет будущего, будущей волатильности. Он будет неспокойным. Посмотрите, как акции в день по... Вчера Доу Джонс вырос на 11% рекорд с 33-го года. Конечно, он упал сильно и поэтому вырос, но вот факт остается фактом. То есть год будет выше, чем средний. Его волатильность, его колебания этого года будут выше, чем средний. Ну и, наконец, самый мой любимый график. Посмотрите, истории обвалов за много-много лет. Сколько здесь обвалов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот сейчас одиннадцатый. Нет, еще в 2018-м году я пропустил. Ну, это ладно, там быстро упали и отжались, да. Что в этой таблице важно? Всего лишь одна простая вещь. Посмотрите, какими мелкими кажутся и недолгосрочными кажутся обвалы и в процентах. Да, вот 51% падения было в 2008-м году. 51% больше, чем сейчас. Но это было за полтора года, за год, может быть. Возьмем любой другой год. Доткомы вот здесь упали на 36%, видите. Я не знаю, вы мой курсор видите или нет. На 36%. Давайте я поинтер здесь включу. Вот. На 36%. Вот восьмой год. 51-52 почти процент. Я не знаю, Великая депрессия где-то там очень высокий процент. 48, наверное. Нет, это 70-е. Великой депрессии здесь нет. Ну, у меня другая была таблица. Они все похожи. Везде важно нам соотношение. Посмотрите, как недолго и как неглубоко падают акции. Ну, наполовину, да, было в 2008-м году. И как долго и сильно они потом растут. Вот это, наверное, самая важная таблица для инвесторов, которые сейчас думают, что все очень плохо. Да, все очень плохо. И все будет, наверное, плохо. Что это конец света и так далее. Если мы, конечно, справимся с пандемией, с вирусом, с точки зрения медицинской, да, системы здравоохранения, с точки зрения выживания людей, то все остальное вопрос времени. Дай бог мы справимся. Ну, опыт Китая показал, что у них уже производство подтягивается, уже общепит открылся. Так вот. Сейчас, секунду. Так вот. Идея в чем заключается для долгосрочных инвесторов? А что, если это шанс взять бумаги дешево? Потому что мы сейчас уже 35% потеряли. Ну, вчера отжались, немножко ушли вверх. 50% было на пике в восьмом. Сейчас 35%. Ну, допустим, еще немного упадем. Окей. Но частично уже можно прикупить акции. Допустим. Мы об этом еще будем говорить. Я пока просто как гипотезу об этом говорю. Как гипотезу. Так вот. Что если мы вот здесь, где-то в маленьком-маленьком процессе, этапе, периоде падения, а дальше нас ждет новый цикл роста? Наверняка он нас ждет. В восьмом тоже говорили, что все очень плохо, что разрушилась финансовая система. Видите, она окрепла. Даже биткоин для многих, наверное, не будет секретом, сюрпризом, но биткоин появился именно из-за обвала в восьмом году. Такой анархистский сказать, левацкий ли сказать, был вызов, идея у кого-то, вот этого японца, или кто это, это два человека, три человека, или неважно. Мол, вот она, финансовая система рушится, давайте придумаем то, чтобы мы не зависели от центральных банков, придумаем такую валюту, которая цифровая и так далее. Мне эта идея вообще не нравится. Все левацкие идеи мне не нравятся. Теории загородов. Я вообще их ненавижу. Поэтому представьте, каково мне сейчас, да, когда я вижу в интернете кучу теорий, заговоров дурацких. Я уже обещал никому не отвечать, ничего не писать. Так вот, дай бог это все пройдет. Если пройдет, то кризис будет длиться, кстати, он длится год и четыре месяца. У меня в другой таблице это было. Год и четыре месяца. А вот здесь 13,4. По-моему, это и есть в месяцах, да, период. Да, 13,4, ну, чуть больше года. В среднем он длится вот год-полтора. Зато растем мы, посмотрите, 105 месяцев. Сколько здесь? 60, да. Мне кажется, это как раз количество в месяцах. Но неважно. У меня уже есть готовая таблица. Растем мы в среднем 9 лет с лишним. Падаем год и четыре месяца. Это несопоставимо. Даже по графику видно, это маленький период падения. А значит, если нет глобальной общечеловеческой проблемы здравоохранения, медицинской выживания, все остальное, наверное, со временем пройдет. И под эту гипотезу можно потихонечку закладываться. И мы будем говорить как. Еще раз, вот просто запомните этот график. Кризисы настолько мизерны в абсолютных величинах на фоне роста. 295%, 101%, 582%. Вот так можно увеличить капитал, если на таком падении грамотно, это очень важно. Мы говорили, что некоторые индустрии, или не говорили, не выживут. Некоторые индустрии окажутся просто на грани. Некоторые компании не выживут, это однозначно. Мы, наверное, можем быть уверены в этом, особенно мелкие. Если грамотно проводить анализ, иметь методику выбора акций, понимать, что хорошо, что плохо, то можно собрать портфель, собирать его частично, собирать его не сразу. Мы не знаем, 35% обвала – это все-таки дно, или все еще впереди. А раз мы не знаем, мы можем просто разделить сумму на 2-3 части и сказать, неважно, упадем дальше или нет. Я частично захожу на рынок. Хорошо, об этом позже. Давайте вот здесь еще посмотрим в месяцах восстановления. То есть темно-синее – это длина медвежьего рынка в месяцах. Вот, 17 месяцев, 1 месяц было в феврале, но это еще не закончилось. А в процентах, голубая линия, полоска гистограмма, в процентах. То есть пока мы 1 месяц падаем, и уже рухнули на 30%. В седьмом году 17 месяцев мы падали, рухнули на 56%. И вот восстановление. 49 месяцев мы восстанавливались, то есть росли. 56 месяцев росли. Видите, несопоставимо, насколько бычий рынок, рекавери, восстановление. По-моему, даже речь не о росте идет, там дальше еще и рост был, ведь мы же растем годами. Именно рекавери, восстановление до предыдущей точки, наверное. Так вот, посмотрите, мы уже за месяц сделали норму, даже обыграли кризисы целые. Например, в 80-х рынок упал на 27, а мы уже на 30 упали. На 20 падал, 34. То есть несколько кризисов даже полностью не обыгрывают текущий. Они были меньше в процентах, чем вот за этот месяц мы успели упасть. Даже 35 было, этот график все-таки несколько дней назад был сделан. 35 было. Видите? А значит, потенциал падения, ну, навряд ли весь фондовый рынок, если человечество останется живым, весь фондовый рынок упадет на 100% и все закроется. Ну, допустим, 56 был самый максимум в восьмом-седьмом году. Если на него брать расчет, то мы половину и больше половины уже сделали. Значит, можно прикупать акции. Каких, правда, вот вопрос. Не опоздали ли мы на сутки? Вчера было дно, и мы сильно откатили. Но, окей, об этом я еще скажу пару слов. Итак, у нас перед глазами картина следующая. Кризисы, хоть и кажутся страшными, долгими, но на самом деле являются на фоне следующего роста, последующего роста, не очень долгими, вообще не долгими. В процентах рынок может потерять 50-60%, надеюсь, повторения великой депрессии не будет, а потом вырасти на 400-500%. Так было часто, постоянно. И понимая эту статистику, мы уже чуть более оптимистичны. Не в том, что акции прям завтрашнего дня точно будут расти, не в этом, а в целом, в картине в целой. Тут про выборы. Кого они сейчас волнуют? Я смотрю круглые сутки Bloomberg и CNBC, я даже не вижу тему выборов. Коронавирус, помощь банкам, помощь экономике, помощь работникам. Вот такие темы. Новости индустрии, выборы никого не интересуют, поэтому мы их тоже пропустим. Я просто это оставил, чтобы мы понимали, то, что было актуально месяц назад, то, о чем мы говорили месяц назад, сейчас уже не актуально. Ну и вот годы выборов, что происходит, какие месяцы у нас хорошие, какие плохие. Смотрите, на самом деле март был хорошим месяцем. 1,2%. Обычно в год выборов растет, в марте акции растут. Ага, кому говорите? Минус 35, да? Апрель положительный. Ну, март, правда, еще не закончился. Итак, инфляция. Почему я оставил этот график? Многих волнует, что там с инфляцией. Столько денег накачали, столько денег бухали в экономику. Ну, бухают, 2 триллиона, да, обещали. Вероятно, это вызовет инфляцию. Но об этом сильно беспокоиться, по-моему, не стоит, на мой взгляд. Потому что она ниже нормы. Инфляция была бы чем-то желанным. Так что те, кто говорят, доллар обесценится, все рухнет, инфляция, гиперинфляция, ну, не согласен. Доллар растет на фоне процесса уход в безопасность. Доллар растет, потому что все хотят приберечь свои деньги в надежной валюте. И, ну, не буду повторяться, flight to safety мы это называем, уход в безопасность. И инфляция низкая. Даже если она немного вырастет, ну, будет 2-2,5, окей. Это, в общем-то, даже хорошо. Хорошо, республиканцы и так далее пропустим. Да, теперь я хочу выйти из скринера и включить... Сейчас посмотрю, где мы. Так, в чате ничего нет. 47 участников, отлично. Я хочу переключиться на скринер. Значит, о чем речь? Почему сейчас я так эмоционально говорю о моменте, о времени, о том, что мы переживаем... Может, не говорил, сейчас скажу. Переживаем вполне себе исторические времена. Да, трудно. Вот, например, сидеть дома для многих людей очень сложно. Для меня это обычный режим. И я считаю, что лучше быть ответственным, не переносить заразу, сидеть дома. Ну, 2 недели попросили нас. Не надо, на самом деле, людей просить об этом. Люди сами должны понимать. Сложности, может быть, есть. Кто-то без работы останется. Наверное, этот семинар не для тех, кто, в общем-то... Совсем уж без работы останется. А для тех, кто имеет какие-то сбережения... Так вот, для тех, кто все-таки хочет пристроить свои свободные деньги с пониманием дела, с пониманием того, куда, какие бумаги, отличать бумагу, которая предбанкротная и не выдержит следующую рецессию от бумаги, которая имеет хороший кэшфлоу, хорошие стабильные денежные поступления. Вот именно для них у нас будет обучение. Но об этом Роман вам скажет. А я пока вот что вам хочу сказать. На самом деле, даже доступных инструментов, вполне себе доступных систем для анализа рынка вполне достаточно. То есть, да, в крупных инвест-домах есть аналитические центры, люди сидят, работают под большими таблицами, кэшфлоу считают и так далее. Само собой, да, это достаточно объемная работа. Но посмотрите, у меня есть программа Finvist, да, бесплатная абсолютно. Ну да, тут реклама вам будет показывать. Я в ней могу сделать, если знаю методику, если я понимаю, что я хочу, что я хочу на рынке найти, из 7744 бумаг я могу выбрать нужные мне бумаги, которые соответствуют моменту. быстренько пример скажу. У меня недавно знакомый позвонил, говорит, вот я закину 100 тысяч сейчас, срочно, давай скупать все, что сильно упало. Вот все, что больше всего упало, давай покупать. Я сказал, конечно, идея интересная, но знаете, если мы будем смотреть на то, что очень сильно упало, за месяц, или вообще, ну вот за месяц, если взять, посмотрите, вот за квартал, например, 98% потеряла акция MRRL, moral ticker, это leverage mortgage rate, 98, 97, то есть обнулились бумаги. Фонды это, или какие-то структурированные, ну так скажем, ETF-ки с плечом, неважно даже, обнулились. Это же не значит, что их надо покупать. Так, поэтому я выбрал индекс Dow Jones, точно так же отсортировал и сказал ему, мы уберем отсюда, это очень грубая идея, сейчас мы не о ней, просто как пример, и сказал ему, давайте отсюда уберем все, что рискованное, Boeing, нефтянку, всякую там ипотеку, финансы и так далее, розницу слишком такую, прям вот, Макдональдс и так далее, и оставим то, что стабильно, более-менее надежно. И мы прикупили, выбрали 20 бумаг, ну, не все они из Dow Jones, там где-то 10-15 из Dow Jones, остальное из других индексов. И вот собрали портфель, пока не полностью, к сожалению, вчера был очень мощным днем, хорошим днем, и мы прикупили процентов 26-28 разместили, остальное пока свободно, я вот жду коррекции, буду собирать бумаги. Да и сейчас я вам скажу про такую технику, методику, тактику даже. Рынок падает, мы не знаем будущего, ни я, ни вы, ни кто-либо другой не знает, что будет через день, час, неделю, месяц. Но я вам показывал статистику, и мы видели, что падение бирж до сих пор были чуть больше, чем сейчас, за весь период рецессии. И если не верить в армагеддонские какие-то теории заговоров, то, что человечество там испытывает достаточно серьезные сложности, то есть верить в то, что мы перешагнем через этот кризис, я не знаю, выживания, здравоохранения и так далее, и вопрос будет только касаться экономики, тогда можно себе сказать, мы уже очень сильно упали. Более того, вот запомните, этой цифры нет, и я ее скажу просто на словах. Скорость падения рынков, она рекордна со времен Великой депрессии, даже еще больше, чем Великую депрессию. Мы за месяц потеряли больше, чем раньше теряли за тот же период. Обычно каждый кризис после своего начала, то есть после пика, проседал на эту величину в течение нескольких месяцев. А мы уже за месяц просили. Мы даже больше, мы за 19 дней просили. Поэтому, что я хочу сказать. Если у нас на руках будет хороший метод, а такие методы есть, для подбора интересных бумаг, а не просто собрать самые упавшие, то при помощи совсем простых инструментов типа этого финвиза, видите, сколько здесь параметров, вбивая нужные нам параметры, ну, например, дивиденды, хотя это не актуально, компания сейчас режет дивиденды, перформанс, ну, то есть, насколько мы упали, массу факторов, здесь их штук 60, недооцененность, ну, давайте перформанс посмотрим бумаги, которые упали за месяц больше, чем на 30% из Доу Джонса, вот их 10 штук, да, то мы сможем медленно, в два подхода, кто достаточно рисковый, в три подхода, кто очень осторожный, собирать с рынка хорошие бумаги. Я не говорю, что это список хороших бумаг. Мы не знаем на самом деле, нужно смотреть цифры. Что такое цифры? Вот давайте я вам покажу по статистику химического гиганта. Она сейчас не очень актуальна, потому что мы ждем сейчас новые цифры, сезон отчетности начнется за первый квартал, и мы узнаем, как у этих компаний дела обстоят именно в момент кризиса вот этого коронавируса. Поэтому как раз, пока мы будем обучаться, настанет сезон отчетности вот у компании Доу Инкорпорейтед, это не Доу Джонс, это просто компания называется, отчет будет 29 апреля, да, через месяц. Другие компании раньше отчитаются, 2 апреля, 5 апреля. Это будет очень важный сезон отчетности. Мы узнаем, что происходило в компаниях, как они разруливали ситуацию с кризисом. Так вот, вот эти вот цифры, посмотрите, тут одно дивидендное доходности почти 10% годовых. Эти цифры, разбор этих цифр, понимание того, как с ними работать, на курсе я этому буду обучать, нам поможет лучшее время для подбора акций, вероятно, лучшее время. Точно никто не знает, да. Вероятно, в лучшее время для того, чтобы собирать дешевые акции, собрать не мусор, собрать не предбанкротные бумаги, собрать качественные, с хорошим кэшфлоу, денежным потоком, с хорошими показателями акции, и в следующие несколько лет держать этот портфель, понимая, что у вас на руках хорошие активы. Возможно, кризис пройдет, возможно, рецессия в экономике. Да, если кто-то скажет, мне задаст вопрос, а как же быть с будущей рецессией? Ведь все говорят о ней, и она будет, да, она будет, скорее всего, экономика войдет в рецессию. А вы знаете, что рынки почти никогда не запаздывают со своей реакцией? Ни разу еще не было такого, один раз было в 80-м году, на один месяц, у меня сейчас с этой статистики перед глазами нет, ну вот поверьте на слово, всегда рынок опережает то, что будет происходить в реальной экономике на 6-8 месяцев. То есть, то, что в будущем будет рецессия, при условии, что мы перешагнем через этот кризис, да, здравоохранение, выживание и так далее, так вот, рынок об этом уже позаботился, акции уже упали и отыграли будущую рецессию, если она не прям страшная, страшная, страшная. Это, конечно, риск. Мы не говорим, что тут есть 100% что-то. Здесь вообще нет рекомендаций, но есть понимание того, что инвестор себя может вести именно так, ставить гипотезу, гипотезу того, что до сих пор рынки падали вот настолько-настолько. Сейчас скорость рекордная за всю историю. Падение почти достигло тех норм, которые мы достигали раньше за весь кризис. Если гипотеза именно такая, мы выйдем из этого кризиса, мы выйдем живыми, здоровыми, да, дай бог всем, но, к сожалению, каждый день люди умирают, то экономический вопрос, он, наверное, разрешится. До сих пор же разрешался. Помните, восьмой год все говорили, все будет плохо, финансовая система сломалась. Нет, не сломалась и выросла. Так вот, если мы перешагнем через это как социум, то экономические вопросы разрешаются как минимум вливаниями, налоговыми льготами, там много инструментов у государства, процентными ставками нулевыми и так далее. Да, госдолг вырастет, но он и так низкий был, не низкий был, высокий год. Так что, я ни к чему не призываю, просто хочу вас даже не сподвигнуть, хочу заметить, что у нас ситуация уникальная, ею можно воспользоваться или как минимум научиться грамотно выбирать бумаги, потому что сейчас не то время, когда будет расти все и вся и долго. Сейчас то время, когда мы в начале, кто-то, какие-то компании выдержат эту рецессию будущую, какие-то нет, и наша задача научиться быть грамотными финансовыми, аналитиками, чтобы стать потом грамотными инвесторами. Ну и еще один есть маленький, маленький, я уже заканчиваю, буквально две минуты и передадим слово Роману. Еще одна маленькая стратегия или тактика для тех, кто нет у них терпения ждать несколько лет, роста акций, хотя не знаю, когда денежки медленно растут, это же приятно. Они хотят быстро, они хотят какие-то более хитрые методы. Есть у нас еще один тренинг, еще одно обучение парному трейдингу. Это как раз метод, который не требует угадывания направления. Выглядит, конечно, странно, название такое, что значит не требует угадывания направления, а как? Как можно без направления? А все просто. Мы покупаем два актива, один покупаем, другой продаем, точнее. И мы ставим на разницу. То есть у нас есть две акции, которые росли, росли, росли вместе или падали, падали вместе, но потом что-то пошло не так и они временно разошлись. И вот мы встаем на возврат истории в ту же колею. То есть если Intel и AMD все время росли или падали одинаково синхронно, то с чего бы им вот сейчас на ровном месте вдруг разойтись, если их бизнес не потерпели крупнейшие какие-то мощные изменения, хотя да, была такая провокация у Intel, последний чип был не очень. Это я забегаю вперед, просто хочу идею вам в двух словах расшифровать. Так вот, если все так же, в принципе, эти компании так же себя ведут, у них такие же продукты, они такие же конкуренты, да, кто-то лучше, кто-то хуже во времени, да, но их акции разошлись, AMD улетел там с 30, допустим, на 50, а Intel с 30 всего на 38. Значит, есть какая-то тема интересная, недооцененность Intel или переоцененность AMD. Вот такая вот история с парным трейдингом. Это очень интересный метод, он как раз не требует понимания, куда пойдет рынок, угадывания, он для спекулянтов большей частью. Я его уже использую. Давайте я в чате покажу вам несколько идей, которые я уже использовал, и вы увидите, как это работало до сих пор. Вот у меня есть на портале TradingView, я всем рекомендую ком, по-моему, там, TradingView.com, я в чате пишу, всем рекомендую там открыть счет, это очень интересный портал, он дает много возможностей, как Finviz, даже намного круче. И там найдите меня BigTanel, вот такой у меня ник, найдите меня там, можете подписаться, это как соцсеть, и вы будете видеть все идеи. И прокрутив вниз, вы найдете несколько идей парного трейдинга между брендой, WTI, сортами нефти, между акциями какими-то. Большинство из них неплохо даже отыгрались, там есть Intel AMD, сразу плюс я взял прям в тот же день, ну, многие, наверное, здесь на вебинаре знают, следят, и даже там на графике видно. Так вот, подпишитесь, можно следить за моими идеями онлайн, и я подпишусь, если у кого-то активный аккаунт. Собственно, вот так. Буквально минута, резюмируем. Так. Кто-то пишет, не вижу, Галла Маланина пишет, не вижу. Сейчас, я послал всем членам группы и участники. Давайте еще раз, да, я поменяю сейчас еще раз. Значит, сайт называется tradingview.com. Проверьте сейчас, видите или нет. Да. И мой аккаунт вот так называется. Ну вот, уже люди пользуются, вот, пишут в чате, что пользуются. пользуются. Ну и это мой Facebook, ну, мало ли. А это Instagram. Если кто-то пользуется, можно подписаться. У меня все, единственное резюме. В двух словах, в 50 уже, я обещал, как раз закончить, 40-50 минут. Время непростое, сложное. Обвал очень сильный. Это не значит, что нужно бросаться покупать все и вся и прямо сейчас. Хотя, может, мы уже опоздали, дно не поймали. Хороший трейдер, инвестор отличается именно выбором нужных бумаг в нужное время. Именно это мы будем учиться. Сейчас время стабильного кэшфлоу, сейчас время надежных бумаг, потому что это не те годы тучные, как говорят, что там было, 2011, даже первые два года оставим, 2011-2019, давно все выросло, мало бумаг, которые не выросли. Я вас приглашаю, сейчас Роман об этом скажет лучше, подробнее, я вас приглашаю на тренинг, который, он не стоит денег, есть там условия небольшое, и мы в течение нескольких дней подробно на вебинаре, кстати, не заражая друг друга, дистанционно, вот с помощью этой же программы Zoom будем учиться и закончим мы наш курс знанием, пониманием, навыками готовой стратегии, не я ее придумал, она называется сравнительный анализ, готовой стратегии сравнительного анализа, которая вам позволит и сейчас, и в будущем, и на американских биржах, и на любых других биржах заниматься грамотным подбором по готовой стратегии акций. Ну и второй спекулятивный наш курс, вебинар, он касается тех, кто больше любит спекулировать на разницы, он маркет нейтральный, там угадывать сильно не надо, тоже своего рода интересный. я вижу, Роман уже готов, всем спасибо, всех приглашаю на курс и жду, дай Бог, увидимся и будем обучаться методике. Спасибо. Да, спасибо большое, Фуат, пока не отключайся, у меня еще был к тебе попутный вопрос, который я к тебе тоже задам, останови, пожалуйста, демонстрацию экрана, чтобы я для участников как раз показал, как будет проходить наш следующий курс, уже который позволит углубиться в дальнейшее обучение. Как сказал Фуат, то есть фактически да, сейчас на рынке ситуация очень интересная и можно подбирать в принципе акции, можно купить хорошие акции, можно купить там акции, которые вам нравятся и в принципе оказаться правым, но если бы вы хотели системный именно подход, то он здесь как раз необходим. Фуат, попробуй, пожалуйста, остановить, сейчас попробую, может быть, я сам тогда остановлю. Я остановил, у меня вот… Нет, еще виден твой экран, поэтому… А, совместное использование надо остановить. да, все отлично. Поэтому очень важно как раз подходить к обучению системно и выработать для себя как раз навык оценки компании, чтобы, да, сначала нужно потратить время для того, чтобы вникнуть в суть сравнительного анализа, но затем уже выбирать компанию будет гораздо проще. Поэтому мы компанией Адмирал Маркетт совместно с Фуатом будем как раз проводить курс, два курса. Первый курс, который будет направлен на большую часть направленной именно на понимание фондового рынка и, ну, скажем так, 80% это будет фондовый рынок именно инвестиционной стратегии и 20% стратегии спекулятивной. Это курс, который будет идти четыре дня, уже начиная с 13 апреля, четыре дня по два часа времени, то есть это все будет идти удаленно вот в таком же формате. И второй курс, который был посвящен уже стратегии парного трейдинга, это уже спекулятивная стратегия, то есть направленная больше для трейдеров, то есть те, кто чуть больше готов времени удалять именно торговле, находиться за компьютером и анализировать активы. Мы вас на него, на эти курсы приглашаем. Условия участия это наличие счета в Адмирал Маркес, открытого на сумму от 1000 евро. Если у вас уже, например, есть счет, то вы можете просто зарегистрироваться на странице курса. Я сейчас пришлю ссылку, он находится в разделе обучения вебинара, то есть просто оставить заявку на регистрацию, Если бы вы для себя хотели как раз сделать этот подход более системным, то необходимо сделать, необходимо открыть новый счет, сделать депозит, торговать на депозите сразу не обязательно, а этот депозит является как раз вашим пропуском на дальнейшее обучение. Ну вот как раз вопрос, который у меня возник, то есть вот Фуат затронул о том, что как раз для, составляя сейчас портфель объемом в 100 тысяч, да, из определенных акций, вот хотел тебя спросить, ну или, наверное, предложить, то есть как итогом, наверное, вот этого курса первого, да, чтобы ты поделился своим наблюдением, ну вот своим видением вот этого портфеля, какой сейчас оптимальный, скажи, это возможно будет сделать в ходе курса? Да, конечно, мы научимся выбирать не только хорошие акции по данным, но еще и научимся диверсификации, портфельному анализу, то есть будет понимание того, как собирать акции, не что именно собирать, а как собирать, корреляции учитывать между ними, потому что если рухнет рынок и все акции в вашем портфеле упадут, это одна ситуация, а ситуация, когда у вас одни упадут, другие не сильно, третий вырастут, это другая ситуация, так что да, у нас будет именно понимание портфеля, и мы составим портфель, кстати, мы к концу курса составим портфель, портфель в метатрейдере, купим все как надо, и дальше участники сами будут следить за этим портфелем и понимать, хорошо бы ли мы составили, хорошо бы ли мы научились это делать или нет в будущем, отслеживать эти акции. Да, отлично. Ну и как раз, так как в принципе возможно покупать акции есть от одной акции, то даже если у вас депозит меньше, то вы можете просто пропорционально купить эти акции уже в зависимости от того, какого у вас депозита, то есть там 10 тысяч, 20 тысяч и распределить как раз активы. Ну вот да, как раз тобой это хотел подтвердить, поэтому всех вас приглашаю, сейчас ссылочки тоже пришлю в чат, переходите по ним, регистрируйтесь и собственно до начала курса 2 недели, поэтому есть время как раз открыть счет и будем вас тогда рады видеть на данном курсе. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по курсу или к фуаду, то как раз сейчас можете их задать, поэтому еще пару минут, если есть вопросы, то пишите в чат. Я сейчас открою тогда чат, тоже посмотрю. Ну и те, кто будут смотреть уже нас в записи, то также ваши вопросы можете оставлять в комментариях к этому видео и также мы будем проверять все комментарии, которые будут оставляться и будем также на них отвечать. Ну, если пока вопросов не появилось, тогда будем прощаться уже до второй половины апреля. Всем спасибо за внимание. Фуад, спасибо тебе, как всегда, за интересный вебинар. Опять поделился своим мнением, которое очень важно, я думаю, что для всех получить такой срез информации. Ну и всем спасибо, кто присутствовал на вебинаре, поэтому будем прощаться. Всем спасибо за внимание и до свидания.